Проводили за Киев, если не вздумайте вернуться к Киеву, вам только то. Служба 1556 машины, наверное, не одна, и та, что пострадала вот эта с октября месяца. Колеса, стекла. Лично у меня влетел камень, вот такие наиболыжники. Слава Богу, что женщине не попало в голову. На вылет провели. Все каждый может сказать. Три колеса привязали. Ребята, у меня 12 колес побили. Стекло побили. Володя, побыли. Водителя избили, но уже просто терпеть не стоит. Биты, палки, трубы у них в руках. С автоматом, оказывается. Сына тем более. Такой случай даже был, когда я приехал, взяли, наш человек охранял самооборонник, они его взяли, погрузили в багажник. Былось такое? Погрузили в багажник, потом выпустили. Мобилку забрали, погрузили в багажник. Самооборонник. И он в форме стоял. Написали, самооборона. Потом не знаю, по якому звонку его. Гаракция пассажирів на такий день. А пассажири боятся. Но вы сядете в машину, непонятно что, если вдруг влетит камень. Голововое стекло влетел камень у человека, лежал той камень, пробив стекло, лежал той камень на панели. Это нормальное явление. На сегодняшней акции, когда людям, пассажирам объясняют, что ездят с фирмой 58-й, они сотрудничают с бандитами. То есть 20 гривен добровольно отдают, и 30 гривен скидят. Люди начинают понимать. И все согласны с ним. Конкуренция должна быть конкуренцией. Когда я разговариваю с представителем постполитета, я показал свой документ. Я ему сейчас их показал. То есть начинают лицензии, заканчивая страховками, договорами, договорами, договорами с водителями и так дальше. Все абсолютно легально. Сказать что-то против вообще ничего. Но в машине три колеса порезаны, лобовое стекло побито. Слава Богу, водитель не пострадал ни разу. И пассажиры в том числе. А то слава Богу. Поскольку людей пострадало. Коля, вот Володю, который поймал, тот, кто резал колеса. Было заявление милиции. Выезжал с людьми. Пускай расскажут. Прямо на перекрестке, возле светофора. Подбежало два неизвестных. Молодых человека, приедал 20-25 лет. Презали мне два колеса. Я как бы не с робкого десятка, догнал одного из них. Догнал, он был с ножом. Вызвал опергруппу, приехала милиция. Забрали его. По сегодняшний день это дело не рассматривается. Общался я со следователем. Я говорю, что, как происходит дело? Я говорю, поймал. Вот, наяву. Все. Не надо никого искать. Привели его в машину, посадили в наручниках. Я говорю, что дальше? Ни компенсации, ничего нет. Этот ходит человек до сих пор, наверное, кому-то делает пакост. Далеко не надо ходить. Вот этот человек. 9 марта то же самое. Приехал, остановился. У меня поломалась машина. Открыл капот, ремонтирую машину. Подошло около 8-9 человек в камуфляже и были в гражданке. Отступили меня, начали бить. Порезали три колеса. Помяли мне крыло на машине. Я сказал, что вызову милицию. Они быстро поразбегались. Опять вызвал опергруппу. Составили поясы не отдал. Опросили свидетелей опять. Прошло уже больше 10 дней. Никакой реакции нет. Что дальше делать, я не знаю. Пускай обращает внимание вышестоящее руководство на вот эти все события. Вот наводчик. Вот этот наводчик. Который дает все. Возьмите его. Да сейчас вернемся. Спасибо.